Силужба в армии, входит ли в трудовой стаж? Трудовая выслуга является тем промежутком времени, который гражданин страны провел на рабочем месте. С 2002 года данное понятие скорректировали законом 173 о трудовых пенсиях, с того времени начисления ПФР фигурируют, как дефиниция страховая выслуга. Как в таком случае она будет засчитываться? Существует две разновидности платежей, когда граждане страны являются плательщиками социально-страховых пожертвований на индивидуальный. За счет страхования в системе пенсионного фонда и если работник копит денежные средства, принимая участие в муниципальных проектах софинансирования. Согласно статье 11, расчет пенсии получают жители, проходящие воинскую службу на должностях, солдаты, и заключившие контракт, офицеры, не работающие по трудовому договору. Как получить пенсию не работая по договору? Что представляет из себя трудовая выслуга для граждан РФ? Чтобы началось получение начислений по ФР по старости, у граждан должно быть не менее 15 лет трудовой занятости. В суммарный труд стаж считаются Срок по уходу за несовершеннолетним детем до возраста двух лет кем-то из законных представителей. Временная нетрудоспособность, которая оплачивалась страховым фондом, Т.Е. Больничный лист. Исполнение воинских обязанностей в вооруженных силах Российской Федерации по призыву или по контракту. Продолжительность. Нахождение россиянина под стражей или если он являлся заключенным по решению суда о необоснованном привлечении КОО. Отрезок времени. Когда человек учитывается в специальном документе центра занятости, получая госпомощь по временной нетрудоспособности. Участие. В городских видах работ и смена места жительства по направлению службы занятости в другой город с целью официального трудоустройства. Отрезок времени. Когда производился уход за человеком с ограниченными возможностями первой группы и за человеком в преклонном возрасте. Чей возрастной порог превышает 80 лет. Обратите внимание. Промежуток времени, положенный на выплату средств, по закону не может длиться более пяти лет. Для каких видов выслуг важна служба в армии? Прохождение армейской службы в вооруженных силах РФ нельзя сравнивать, к примеру, с учебой в университете именно она играет весомую роль при расчете пенсионного пособия. Так, например, при военной выслуге мужчина, согласно ФЗ-173, имеет право использовать общий стаж в ряде расчетов, увеличивать начисления пенсии путем страховых выплат по состоянию здоровья, оформлять статус пенсионера в досрочном порядке. Подтвердить факт прохождения службы в вооруженных силах России ветераны и другие рядовые солдаты могут, предоставив в ПФР военный билет. Справку о прохождении службы. Печать в трудовой, фиксирующий факт прохождения армии, считается служба ВОСТ, входит ли армия в общий трудовой стаж, срок служения и такой базовый этап, как ММЭБ, засчитываются при начислении пенсии в таком виде, за один день одна установленная единица надбавки. Так комиссованные, освобожденные по медицинским показаниям, бойцы в силу сложившихся обстоятельств могут, проведя даже один день. А армии, увеличить начисление собственного пенсионного обеспечения, важно. Армия не входит в труд-выслугу лишь в том случае, если солдат по завершению срока службы не смог или не захотел никуда официально трудоустроиться. Поэтому, чтобы не обделять себя в кровных средствах, солдат по окончанию срока службы обязан трудоустроиться на предприятие или открыть собственное ЧП. Регламент начисления труд-стажей, сходя из законодательного акта ФЗ-173. Также служба в армии входит в трудовой стаж в том случае, если сотрудник, проходивший срочную службу по возвращению, представит документ, подтверждающий факт демобилизации кадровому работнику. В таком случае бывшему солдату ставится отметка в труд-книгу о суммарном периоде воинской службы и дата прибытия на занимаемую должность. Если бывший военный успевает в течение года восстановиться на прошлое место работы или зарегистрироваться на новое, ему ПФР добавляет. Стаж в армии к непрерывной выслуге, что увеличивает выплату пенсионного пособия на несколько процентов. Обратите внимание. Если в трудовой книге отметка об общей выслуге отсутствует, армейская выслуга все равно будет учитываться в ОСТ, чтобы решить этот. Вопрос. Нужно лишь представить военный билет или иные требуемые бумаги, которые могут подтвердить факт окончания службы, в пенсионной. Фонд России по месту жительства. Такая приостановка во время армейского стажа, как травма и госпитализация по болезни, отдых за собственные средства не уменьшают суммарную трудовую выслугу, поскольку то время, что было проведено в войсках России, пропорционально одному году гражданской трудовой деятельности. Основными положительными сторонами армейского стажа являются. Учет срока службы, как трудовой стаж. Недееспособный гражданин России, что выходит на пенсию по состоянию здоровья, имеет право получать, помимо средств за стаж, дополнительные средства. Важно. Общая трудовая выслуга учитывает срок военной повинности в порядке год за два, то есть за год нахождения в армии стаж будет записан. В трудовую книгу как за три года на работе. В то время как страховая выслуга производит начисление исходя из длительности срока армейского стажа. Учитывает ли страховой стаж армейский? Страховая выслуга – это общая сумма продолжительности трудовой деятельности, во время которой производилась оплата страховых взносов в Пенсионный фонд России. Преимущество данного стажа в том, что он состоит из трудовых и нетрудовых периодов работы граждан страны. Его главная цель – расчет. Пенсионного начисления по старости. В 2002 году были внесены правки в ФЗ, очерчивающие тот факт, что именно по страховой выслуге будут производиться начисления пенсионного пособия. Чем больше стаж, тем выше уровень ежемесячных выплат. Как считается срок прохождения армии – один год за два в стаж человека. Выполнение воинской обязанности не считается страховым случаем, по причине того, что пока солдат пребывает в части, за него не оплачиваются. Пенсионные взносы – ему проплачивается материальная помощь на ежедневное содержание. Однако, если не учитывать то, что о страховом случае речь не идет, воинская повинность все же учитывается при расчете в страховую выслугу, как и банальное трудоустройство. Обратите внимание, если на момент призыва, у бойца есть официальное место работы, и он принял решение войти в ряды военнослужащих, то на время армейской деятельности выслуги будет закреплено его место на предприятии и заработная плата. Также плюсом является то, что срок исполнения долга родине будет записан в ВОСТ, но в том случае, если по возвращению солдат устроится на официальное место работы. Также, исходя из ФЗ-53, стоит отметить тот факт, что проходя службу по контракту или призыву, она засчитывается солдату в страховую выслугу для начисления больничных средств, льготный стаж. Исполнение долга перед родиной в досрочном порядке не учитывается в льготный стаж, каким бы ни было подразделение солдата. Исключением является служба в армии СССР. Тогда для граждан идти на службу означала возможность получить несколько привилегий для гражданской жизни. Досрочное оформление статуса. Пенсионера при условии, если официальное место работы было связано с тяжелыми или экстремальными условиями труда, шахты, северные, районы. Льготные прерогативы, исходя из указаний статьи 3 ФЗ-76. Также помимо срочной службы в льготный стаж учитывалось прохождение службы в зоне боевых действий, на крайнем севере или горных территориях. Только в тех случаях, где присутствовал тяжелый физический труд и неблагоприятные климатические условия. Обратите внимание. Поэтому граждане, проходившие службу до 0.01. В 1992 году и по возвращению на гражданку продолжали работать в тяжелых условиях труда, чтобы претендовать на досрочное оформление статуса пенсионер. Им для начисления рассматриваемого стажа был установлен старый порядок, а именно параграф о прохождении армии в срочном порядке. Подводя итоги стоит отметить, что выслуга трудовой деятельности рассчитывает ПФР в двух случаях. Во-первых, если поданной страны является Плательщиком страховых взносов на индивидуальный лз за счет страхования в системе пенсионного фонда. Во-вторых, если работник копит Денежные средства, принимая участие в муниципальных проектах софинансирования. Входит ли в стаж служба в армии? Исполнение воинских обязанностей в срочном порядке засчитывает ПФР в двух- или трикратном объеме. Также армейская выслуга входит и в страховой стаж, обеспечивая бывшим военнослужащим удовлетворительные выплаты по достижению пожилого возраста. А вот армия в льготную выслугу засчитывается только в том случае, если воинский долг солдат исполнял в зонах боевых действий или других тяжелых условиях.